Друзья, здравствуйте! Сегодня, кажется, 10-е, а может 11-е марта 23-го года. Живу без памяти и ничего, пока живой. Значит, мы снова на том же самом месте, берег Енисея. Это протока. Дальше заколдованный остров. Почему заколдованный, другой раз расскажу. Вот. И в данном случае рассказ не о святоводстве, а о уникальном случае исцеления, чему я стал участником и свидетелем. Вот смотрим туда. Видите? Вот тут вот, пусть плохо видно, точнее, ничего не видно. Всего лишь в 100 метрах отсюда стоит подряд три дома. В одном из них жила семья. Они просто переехали и продали его. Вот. А я с ними дружил. Ее звали. Ну, сейчас зовут Надежда, а его Виктор. Вот. Хорошие люди. Настоящие сибиряки. С таким удовольствием общаться. Вот. И однажды случилась у них беда. У них была еще до этого беда. Невероятные силы хондроз, больные плечи. Я это связывал с совершенно жесткой водой колодца. Хотя и берег Венесея рядом. Вот. А в Венесея вода чуть ли не дистиллированная. Отсюда берут воду. Брали и мы брали. В колодцах невозможно воду пить с колодца. Вот. И пить брали воду. И люди брали воду стирать. Потому что с колодец на воду даже не постираешь. Отражалось и на здоровье людей. В данном случае Виктор очень страдал от хондроза. Но вот тут беда в семье случилась гораздо сильнее и страшнее. Я понятия об этом не имел. Потому что сюда я наездил наездами. Работая на заводе. А здесь копаюсь только по выходным в своем милом садике. Первые годы. Вот. У меня уже была девятка новая. И это была довольно большая редкость по тем временам. Чаи не Германии, не Англии. Вот. И однажды ко мне подошел Виктор и сказал, ну, мои друзья, Валера, говорит, мы, беда случилась. Надя полностью обезножила. Вот. И... Едет последний шанс отвезти ее к бабушке-сцелительнице. Я согласился. Я говорю, давай, отвезу. А, он сам не мог. Да, без машины там. Это не было ни так. Такси не было ни одной. Еще на всем Краснодарском крае. Кстати, мы сейчас с вами в Краснодарском крае, в Шушинском районе. Вот данные секунды разговариваем. Вот. То есть у него шансов было ноль возить. А возить надо было на тот берег и деревню Кала. Маленькая такая, таежная деревенька. Вот. Я согласился. Затем с удивлением услышал, что она лежит в Черемышевской больнице. Ходить не может. И ей то ли врачи, то ли медсестры сказали, последний шанс, бабушка в Калах. Вот. В жизни ни разу за свою жизнь никому не отказал. Это мое особое предназначение. И не просто предназначение, а для того, чтобы помогать, наблюдать и делать выводы. Вот. Уже для себя и для вас. И так. Приезжаю я в Черемышки. Вот. А может у меня, я на заводе работал, а может у меня были, три дня подряд я ее возил. Не знаю, может у меня отпуск был. Потому что я же еще работал. И вот получается так. Я подъезжаю. Меня уже ждут. И ее держат за... Это... Подмышки. Она у них на плечах висит. Ноги сзади царапают. Ну, то есть она не идет, а ее несут две... Две эти самые... Женщины белых халатов. Вот. То есть ноги тащили сзади. Кое-как усадили мою машину, и мы поехали. По дороге она рассказывает о своей беде. И о том, что бабушка это последний шанс. А не такая слава ходит. Вот. А мне любопытно, и все. Пока ехали, договорились. Что я как бы ее муж. Потому что это... Мне хотелось все это увидеть своими глазами. Вот. Значит. По дороге случилась одна вещь. Которую я отдельно расскажу. Потому что это тоже было чудо. Но не хочу упускать нить. Приезжаем мы к бабушке. Да, бабушка нас встретила приветливо. Сказала, сейчас будет лечить. Дальше женщина уже знала, почему-то заранее знала. У нее были большие красные тряпки. Такого красно-бордового цвета. Она ими сама обмотала ноги. Вот. А дальше бабушка приступила к священно-действию. Значит. Почему я сказал священно-действию? Потому что во время всей операции она читала молитву. Вот. Хотела меня выпроводить. Но узнала, что я ее муж. Сказал, ладно, сидите там в уголочку. Вот. Я наблюдал за этим. Она... Это все я рассказываю. Все по принципу, что вижу, а потом пою. Она взяла эту самую упаковку с ватой, дергала эти самые на клочки. Клочки клала ей на эти больные ноги и поджигала. Все это поверх красной материи. Клала и поджигала, клала, поджигала и читала молитвы. Вот. Сеанс закончился. Я увез ее обратно в больницу. Потом был второй заход. Вот сейчас я начинаю путаться. Может быть, я уже ее домой возил, раз врачи отказались ее лечить. Диагноз был почему-то рожей. Я сейчас знаю, что такое рожей. Надо как-то глянуть. Ну, вроде бы в голове застряло, что ей диагноз поставили рожей. Вот. Потом второй раз возил. Вот не помню, из больницы или из дома. Не помню. Второй день подряд. Потом третий день подряд. Каждый раз я становилась все лучше и лучше. И после третьего сеанса бабушка сказала, все. Вот. На этом лечение закончено. Она уже ходила. Она была довольна. Потому что до этого была безнадега полная. И медицина отказалась. Фактически медицина расписалась в своем бессиле. И это еще не все. Через неделю опять осложнения. Опять заболели ноги. Опять сходить стало тяжело. И повезли четвертый раз. Бабушка спокойно отнесась к этому. Еще четвертый раз полечила. И опять стало хорошо. И прошли 20-30 лет. Ну, убей бог, не помню, сколько лет. Вот. Не помню. И она... И она до сих пор ходит на своих ногах. Я расценил это как чудо. Вот. Помощь моя была и в том, что я действительно помог человеку. И это мое предназначение в этой жизни. Но был еще один момент довольно интересный. Потому что, напоминаю, самый первый раз ее вытащили на плечах. Ее несли. Две женщины несли. И она держала их за шеей. Они ее волокли. А ноги волочились сзади. Вот. Это было. Пока мы ехали, она мне сказала так. Валера, вот. Температура ужасная. Ноги горят. Вот на, пощупай. Потрогай. Как ноги горят. Может быть, она пыталась доказать, что... Не зря минутает, что... Она, так сказать... Меня нарушила мой покой. Что ей неудобно. Пытаясь доказать, что она действительно в безнадежном положении. Вот. Как бы еще оправдывая, что вынуждены были просить помощи. Ну, фактически у чужого человека. И вот я взял ее ногу. Нога была горячая, как утюг. Это была невероятно горячая нога. Вот. Что вы думаете? Вот. Я, знаете, что сказал? Это маленькие нюансы к лечению. Преклоняюсь перед той бабушкой. Настоящая это. Настоящая целительница. Слово целить. Исцелять. Вот. И тут... Она попросила, подержи еще руку на колени. Вот. И я всю дорогу держал руку на колени. Потому что ей это было... Ну, как бы немножко это. А мне это знакомо. Я к тому времени немножко уже увлекался экстрансенсорикой. Вот. И мне приходилось снимать лишнюю температуру или головную боль. Ну, в общем, немножко увлекался. У меня энергия была. Некуда было девать. Вот. И я всю дорогу держал ее. Вот. Ей это... Она считала, что... Вот этот момент деликатный. А приехали, когда в Калы, первый раз бабушку. Она из машины вышла своими ногами. Вы представляете, что получилось-то? Я оказался зампом... У этой бабушки-целительницы. Я тоже помог. Садилась она. Ее садили как тюк. Это, как мешок. А вышла на своих ногах. Вот. Я не буду говорить ее фамилию. Я до сих пор помню. Они переехали отсюда. Больше тут на берегу они не живут. Вот. Но сам случай этот, я считаю его особым. Почему? Потому что через несколько лет после этого случилось то же самое страшное. Вот. Пришла целая орда новых целителей. Якобы все потомственные. Все уникальными этими способностями. С огромными биополями. Вот. Их развелось как собак нерезанных. И они лечили, лечили, лечили. Ну, по статистике, хотя они лечили миллионы людей. Но только что у нас статистика заболеваний, смертей, сами знаете, не изменилась. Если брать целыми. Вот. А такая, как наша бабушка. Не помню, как ее зовут. Все забыл. Но есть вещи, которые врезаются в память. Способ лечения я вам это самое объяснил. И когда лично я ей задал только один вопрос. Лично я. Я очень ее уважал. Я сидел в уголочку, как мышь под веником. Только бы меня не выгнали. Вот. Только бы не выгнали. И тогда я ей задал единственное. Может, на второй день, может, на третий, когда Наде стало намного лучше. И тогда она сказала, это не я лечила. Это молитвы, обращения к Богу лечили. А все остальное, это просто ритуал. А то же я как подумал. Наверное, огонь лечит. Раз она поджигала эти самые клочки ваты. Но на всякий случай рассказал полностью. Пригодится ли кому-нибудь? Не знаю. Помните, у меня много рассказывал таких. У меня особая жизнь. Жаль, не дал Бог талант писать книги. Нет, книги я написал аж четыре. Но другое дело, что те книги чисто специфические. А вот такие рассказы требуют отдельную книгу. А может, уже и не нужна. Вот. Может, уже и не надо. Но во всяком случае, я хочу сказать, что истинное целительство, истинные таланты все-таки существуют. То, что случилось на моих глазах, женщина, которая была просто как пюк, мешок с сенами, как сказать. То есть, абсолютно. Еще есть такое выражение, когда люди превращаются в растения. То есть, ни на что не... Уже все. Как бы последняя стадия. Ее ждала страшная вещь, страшная судьба. И вдруг исцеление. Исцеление, да какое? На всю жизнь. Что творилось у меня в душе? Я поверил в то, что это возможно. Вот. Я знаком был еще с несколькими целителями. Я знал, что целители... Это особая категория людей. У меня собралась в голове такая статистика. Вы знаете, еще один случай. Истинное целительство. И у нее, у бабушки, умер сын. И мне всегда, когда статистика набралась, я подумал, это проклятие целителей. Когда они обладают огромными способностями, огромной энергетикой. Вот. Чуть волшебством. Но почему-то судьба наказывает их родственников. Может быть, за то, чтобы в целом не нарушалось равновесие в этом мире. Добро и зло, оно... И добро и зло, оно идет как-то рядом. И добро, такое впечатление, не может никак победить зло. Именно вот поэтому. А, ты вылечила человека второго, десятого. Вот. А мы у тебя отбираем сына. И это не первый случай. Многие... А для чего я это говорю? Это должна быть полная истина. Потому что тот, кто из вас захочет... У многих этих самых... Это я уже обобщаю. У многих целителей эта способность не от хорошей жизни. У них избыток энергии. Не знаю, куда его приложить. Они сами болеют. Они как... Это... Им надо постоянно куда-то, чтобы энергия из них выходила. Но для этого нужен пациент. Пациент. Вот. Но опять же, пациенты бывают разные. Вы знаете, что такое пациент, вампир? Нет? Вы будете одного лечить, другого, десятого. Вам будут благодарить. Вы действительно помогли людям. Ну, пусть это будет с массажом. Пусть даже не это, не прямое это самое... Целительство поможет. А тот, что вы сопровождали массажом. Уже плюс. Понимаете, о чем речь идет? Вот. Уже хорошо. Доброе слово. Уже хорошо. То, что человек вам верит, а вы ему сказали, вы сегодня откажитесь от жирной пищи, а завтра от сладкого, потому что у вас признаки диабета. И это поможет. Но в целом, к сожалению, плюс приходится на минус. Однажды окажется, что какой-то ваш пациент, он же энергетический вампир, есть такое слово, может сократить вам жизнь так, что вы потом... То есть, еще раз, хитрость не помогает этих самым браться за дело. Кто не умеет, не надо. У кого нет таланта. А у кого есть таланта, он должен знать, что он за это будет рассчитываться. Рассчитываться, в том числе, и своим здоровьем. Вот. Тем более, кто на этом зарабатывает деньги, значит, плюс будет на минус. Вот все, что я хотел, я вам сказал. Тема полузабытая. Они никуда не делись, эти самые. Вот этот биг электросенсов, там полно этих лже... Этих самых лживых. Они лживы, они все это придумали, они раскручены, они берут огромные деньги и за это тоже поплатятся. Вот. Но нормальному человеку в это дело лезть нельзя. А тот, кто захочет, у него избыток энергии, и он захочет помогать другим, он должен знать, рано или поздно, он... Это должна быть просто статистика, он должен знать. Он обязательно нарвется на... Рано или поздно, на энергетического вампира. И все его здоровье будет высосано из него. Поняли, да? Что я имел в виду. Все, друзья. Вот. Пусть это уже не модная тема, она была модной давно. Вот. Может, кому-то поможет. Может, кто-то поверит, что чудеса бывают. У кого-то раскроется талант, кто-то, наоборот, воспримет мои слова как предупреждение. Вот. Что не дано и не лезь, и не морочи им головы, не бери деньги, за это поплатишься. Не бери деньги за якобы лечение. Ты за это поплатишься. Вот этими словами, именно грустными. Вот. Я заканчиваю рассказ, хотя рассказ именно о чуде, которое случилось на моих глазах. Все, до свидания, друзья. Некогда мне лясы точить, мне надо идти работать. Значит, начинается малая обрезка. Вот. Хотя сегодня всего лишь, кажется, 11 марта, а может, 10. Вот. Что-то из двух. Но пятница. Это значит, что ранняя весна получилась. На улице идет снег. Каких-то минус 8 градусов. Позавчера еще все в лужах было. Вот. И начинается малая обрезка. Малая обрезка это особая обрезка, хитрая, но это тема для других для других фильмов. Все, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok